Пока российские комики засунули свои языки туда, где им и место, украинские комики делают всё для того, чтобы приблизить Украину к победе. Сегодня расскажем о людях, в руках которых мощнейшее оружие – юмор. Чем занимаются комики во время войны? Чем помогают и как объединились ради победы Украины? Узнайте прямо сейчас! Егор Крутоголов Шоумен, актёр и творческий руководитель Дизель Студио не сидит сложа руки. А как иначе, его родной Николаев регулярно обстреливают. Подло и мерзко российские оккупанты ведут борьбу с мирными жителями практически каждый день, обстреливая жилые кварталы. Мой университет. С сегодняшнего дня я выпускник этой развалины. Надеюсь, когда-то так будет выглядеть вход в МГУ. Во время войны Егор со своей командой Дизель Студио ведут активную волонтерскую деятельность. И регулярно отправляют автомобили на фронт. Всем привет! У нас еще один Витя заступает на службу до ЗСУ. Всем привет! Вот этот афронимец, которого звати Витя, поедет на Чернигівщину. Машинки добрались до Николаева. Также в социальных сетях Егор объявил сбор средств на антидрон, который со временем закрыли. О чем шоумен объявил на своей странице. Наконец-то мы его получили. Не буду рассказывать, через что мы прошли, чтобы этот антидрон оказался тут. Но я радуюсь, поскольку все же нам это удалось. Спасибо всем, кто донатил. Слава нации! И позже лично передал его в руки губернатору Николаевской области Виталию Киму. Был в родном Николаеве. Мы долго ждали антидрон, на который донатили люди. Так что для меня это было личным, доставить этот аппарат в родной город. Макс Вышинский – первый украинский стендап-комик, который дал сольный концерт в Октябрьском дворце в Киеве. Выступал перед аудиторией 5000 человек. Но все это было до полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Теперь же Макс собирает небольшие концерты, на которых собирает большие деньги для помощи украинской армии. Сколько бы не было этих российских солдат, я уверен, что скоро мы все с вами прокинемся с утра, зайдем на страницу Генштаба, и там написано «Втрати РФ, особый склад – все». «Танки – все». «Литаки – все». «Путин – все». «Кремль – одна штука». А потом в вечері вмикаешь Арестовича, и он такой «Перемога!» «Будете через 2-3 недели». Вышинский воюет на всех юмористических фронтах. Три раза в неделю дает концерты, ежедневно выкладывает юмор в социальных сетях, а также ведет стримы в интернете. И на каждой площадке комикс собирает средства. Люди, слушатели подключались к этой аудиокомнате, кидали свои донаты, бросали, и в итоге мы там за несколько вот этих выпусков, мы регулярно выходили, полмиллиона гривен собрали, отправили на потребности вооруженных сил Украины. Юмор Вышинского можно сравнить с оружием дальнего действия. Комик шутит на территории Украины, а его шутки долетают до России и успешно верусятся там, вызывая масштабное негодование. Например, этот монолог настолько зацепил ранимое общество, что о нем до сих пор говорят в русских так называемых СМИ. Если ее человек орк, то она кто? Оркиня? Или оркеса? Мне нравится вариант оркоголичка. Но если брать действительно правила использования украинской языки, то если человек орк, то его дружина – вдова. Запоребриковые прикорытные СМИ начали активно постить эту шутку. Смотрите, мол, что эти украинцы себе позволяют? Но вот только, как и всегда, не удосужившись даже воспользоваться переводчиком. Вместо слова «муж» написали «человек». Впрочем, ничего удивительного. Безграмотности Россия – это синонимы. Я действительно рад, что у них подгорело, что я им испортил настроение. То есть украинцам поднял, русским испортил. Но это, я думаю, второстепенная какая-то уже история. Пусть у них там подгорает, пусть они делают, что хотят. Но нужно делать так, чтобы нам, украинцам, жилось хорошо. И мы, стенд-откомики, своим юмором поднимали настроение украинцам. И делали нашу страну лучше. Собирали донаты на концертах. Да и просто это настроение поднимали. Ну а пока на России активно думают, чем же отличается муж от человека, Макс Вышинский работает над новыми концертами. С помощью которых сможет в очередной раз помочь украинским воинам. И будет это делать до самой победы Украины над российской нечистью. Марк Куцевалов Марк – известный украинский комик, который во время войны тоже не сидит на месте. Причем в прямом смысле. Марк решил отправиться в благотворительный поход. Пешком! От Черноморска до Гаверлы. Цель похода – собрать деньги на три кареты скорой помощи. 18 дней, 850 километров ходьбы. И ему это удалось. Марк собрал почти 3 миллиона гривен. Это даже больше, чем он планировал. За походом Куцевалова наблюдала вся страна. Это было настоящее реалити-шоу, ведь каждое свое действие комик выкладывал в социальные сети. Марк делал то, чем сможет гордиться всю свою жизнь. И мы уверены, что это не последний сбор от Куцевалова. Фима Константиновский успешный ведущий комик. После начала войны Фима решил временно приостановить свою деятельность и направить все свои силы на тех, кто нуждается в помощи. Комик уверен, что каждый может приблизить Украину к победе. Главное что-то делать. Победе Украину приближает люди, которые носят форму ЗСУ в первую очередь, безусловно. Люди, которые помогают армии, волонтеры, которые донатят. Я тоже это делаю, но моя основная деятельность связана с тем, чтобы помогать людям, которые потеряли очень многое из-за войны. Потому что Россия хочет не только захватить территорию, не только убить украинцев, но и сломать их. И я сейчас делаю все для того, чтобы дети по возможности проживали такое детство, которое они должны были проживать. Раз, два, три. Семь на голову России! Сейчас комик занимается 79-ю детьми-переселенцами одного из шелтеров Днепра и пытается сделать все, чтобы дети не чувствовали войны. Чтобы дети проживали настоящее детство, а не то, которое вынуждены проживать большинство из-за имперских амбиций России. Я там каждый день, практически каждый день. Можете спросить у детей. Мы с ними всегда играем в футбол, мы обливаемся водой. Я придумываю каждый раз какие-то активности. Я находил им велосипеды, я находил им игрушки, я находил им все для того, чтобы детство было таким, каким оно должно быть. Мы ходим на руледромы, на веревочные парки, на ярмарки, на всякие экскурсии. У меня была цель показать им, что они живут не в этом доме, не в центре переселенцев. Они живут в огромном городе, в котором есть куча всего, это нужно все посмотреть. Каждый день Фима отдает всего себя для того, чтобы стало немного лучше другим. Работа с детьми – это всегда сложно. Работа с детьми, которые потеряли дом, друзей и видели своими глазами весь ужас, который принесли оккупанты на украинскую территорию – это сложнее в десятки раз. Поэтому то, что делает Константиновский, достойно огромного уважения. Комик признается, были моменты, когда он не смог сдержать своих эмоций. И даже сейчас говорит об этом со слезами на глазах. «Было две таких ситуации. Первая была, я два месяца уже был на корунах, занимался с детьми. И ко мне подошел папа одной из девочек и сказал, что вот они уже здесь два месяца. И я сегодня слоил себя на мысли, что она у меня ни разу не спросила, когда мы вернемся домой. Вот. И второй момент. Ко мне подошел парень, 12-летний, и сказал… Он такой, всегда он очень честный. Мне вообще очень нравится это в детях, то, что они искренние. Они, может, там умеют врать в мелочах, но когда что-то масштабное, отношения они никогда не будут как-то так привирать. Он подошел и сказал, что война войной, но это лучший год в моей жизни. И ты понимаешь, что все это было не зря. Понимаешь, для чего это все было. И это как мотивация, чтобы что-то делать дальше. Наталья Гарипова Наталья Гарипова – единственная камикеса в Украине, которая может похвастаться сольным стендап-туром по стране. Я понимаю, что нельзя недооценивать врага, у них оружие. Но иногда просто стыдно за то, с кем мы воюем в плане интеллекта. Кадыров хочет убить Бандеру, который умер в 59-м году в Мюнхене. Белорусские власти сказали своим женщинам вместо прокладок просто выходить на свежий воздух. Да-да, это же первое, что мы делаем в первый день критических дней. Бежим гулять по пшеничному полю. Чтобы уберечь свою семью, Наталья пришлось выехать за пределы Украины. Там она поняла – надо действовать. Надо как-то помогать парням и девушкам, которые защищают границы Украины, честь Украины и независимость Украины. Гарипова собрала огромную команду и смогла организовать один из самых масштабных проектов во время войны. Доброго вечера, мы из Украины! Доброго вечера, мы из Украины! Доброго вечера, мы из Украины! Это проект, который, кажется, мав быть. Просто он мав быть, поэтому он и есть. Мы его не то, чтобы придумали, он сам нас закручив у себя. И сначала я подумала, когда выехала, что я больше не могу ничего не делать. И я поняла, что очень много людей, которые рядом, и которые тоже чувствуют то же самое, что и я. И первыми вдохнулись Юрий Карагодин и Лена Кравец. И мы начали. И они начали. Концертом присоединились такие артисты, как Монатик, Сергей Бабкин, Джерри Хейл, Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин и другие артисты. Туры по всей Европе. Концерты, которые распространяли правду. Правду про зло, которое пришло в Украину. Концерты, которые смогли объединить украинцев вне дома. Каждый смог почувствовать тепло, которого так давно не ощущал. Концерты свободы, концерты добра, концерты независимости. Мы взбрали достаточно денег за эти концерты. Это где-то на разе 3 479 000, где-то так. Все эти деньги пошли на помощь тем, кому она была крайне необходима. Наталья с другими артистами продолжает выполнять свою миссию. Она ищет варианты, как и кому помочь еще. Каждый день. Без выходных и перерывов. Мы каждого дня працюем над другими проектами, которые будут приносить тоже деньги в Украину. Стендапы, разгоны, разные форматы. Сейчас мы с Джерри Гейл и Юрием Карагодиным пишем аудиоказку для детей, у которой главная цель – это чтобы мы вспоминали своих украинских сказковых героев, которые все забыли. Гарипова, как и все комики, уверена в победе Украины над российскими захватчиками. А как иначе, когда комики готовы временно откинуть назад свою прошлую жизнь и полностью посвятить себя помощи пострадавшим, помощи детям или помощи ВСУ по-другому быть не может. Слава Украине!